Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вместе со съемочной группой телеканала «Трофей» выехали на один из водоемов неподалеку от Киева, чтобы половить щуку на жерлице. Этот водоем я знаю относительно недавно. В этом году здесь проходили соревнования по зимней ловле на мормышку. Понравилась очень эта вода, потому что много рыбы встречается, и окунь, плотва, густера, то есть с одной лунки можно поймать подряд разных рыб. К тому же здесь много щуки. Я здесь еще на жерлице не ловил, но видел, что многие рыболовы ловят здесь на жерлицу. Поэтому хотим сегодня попробовать расставить десяток жерлиц, чтобы попытаться поймать щуку. Сейчас я расскажу вам, как ловить щуку на жерлице на небольшом водоеме. Первые пять жерлиц мы поставим на входе в глубокую яму на бровке. По опыту прежних рыбалок я знаю, что где-то в этом месте расположена бровка с 3 на 11 метров. Чтобы найти эту бровку, я сейчас пробурю несколько лунок поперек водоема и промеряю в каждой лунке снастью от жерлицы глубину. После того, как я определю в каждой лунке глубину, будет понятно, где расположена непосредственно бровка. Мы выберем примерно горизонт в районе 5 метров для установки наших жерлиц. Лед довольно толстый. Брус веротлунки при ловле на жерлице лучше не сбивать ногой, потому что, когда мы будем устанавливать жерлицу потом сверху, если мы решим здесь ловить, то она будет находиться немножко выше над льдом, и потом при поклевке будет лучше видно флажок. Сейчас я соберу одну из жерлиц. Хотя, в принципе, мне пока достаточно просто катушечки для промера глубин. Полностью собирать жерлицу не обязательно. Как видим, довольно глубоко в этом месте. Можно было бы и эхолотом промерять дно, но таскать эхолот только ради того, чтобы определить одну бровку, нет смысла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы практически сразу попали в нужное нам место. Я знаю, что там более мелко, поэтому я сейчас немножко, буквально метров на 7-8, пробурю там лунку, и уже это будет местом установки нашей жерлицы. Итак, мы определили, что в этой лунке глубина 6,5 метров. Так как я хочу поставить жерлицу где-то на 4-5 метрах, то мне нужно немножко сместиться в сторону мели. У меня за спиной глубина 11 метров, а впереди меня, соответственно, 3 метра. То есть, чтобы подняться чуть-чуть по свалу, мне надо сделать лунку метров 7 вперед. Сматываем нашу снасть и смещаемся для сверления следующей лунки. Глубина примерно такая же. То есть, недостаточно мы подвинулись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Та же глубина 6,5 метров. Бровки пока нет. Получается, здесь такая, значит, ступенька идет. Косой свал. Потом на 6 метрах такая ступенька, а потом уже идет на 11. Получается, еще надо вперед чуть-чуть подвинуться. Сейчас пробурим еще одну лунку. Должны, в конце концов, выйти на более мелкое место. Дело в том, что в самой яме часто нет кормовой рыбы. То есть, кормовая рыба обычно в водоемах находится на мелководье. И щука, даже если она живет, как бы отдыхает на глубине, то кормится все равно выходит на мелководные участки. И вот именно в этот момент, когда она из ямы выходит, чтобы съесть какую-то рыбку, именно в этот момент ее и будет поджидать наш живец. Поэтому шансы на то, что она атакует его, достаточно высокие. Промеряем глубину в этой лунке. Здесь уже явно мельче, но еще не 3 метра, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, всего лишь на метр меньше, пять с половиной. То есть, еще буквально пару метров вперед, я думаю, выйду на тот горизонт, который мне нравится. Где-то четыре с половиной, пять. По поводу глубины. Я знаю, что в других регионах рыболовы любят ловить на глубине менее одного метра. Вблизи там зарослей тростника, на поливах старой кувшинки. Но я, в принципе, на такой глубине несколько раз пробовал ставить жерлицы, поклевок у меня не было. Поэтому я предпочитаю ловить на средних глубинах, где-то порядка 3-5 метров. Но при охоте именно за крупной щукой иногда можно ставить жерлицы на большей глубине, в районе там 8-11 метров. То есть, свою самую крупную щуку на жерлице я поймал именно на глубине 10 метров. Вообще, такой вот глубины, там 3 метра сразу от берега идет, и потом сразу идет яма. То есть, там мелководных участков практически нет. Поэтому весь водоем глубокий, и там было от 8, и где-то до 13 стояли жерлицы. И вот где-то на 9-10, большая часть поклевок была. На том водоеме я также поймал несколько щук в районе 5 килограмм, и вот эту вот большую на 11 килограмм. Но, к сожалению, сейчас уже там рыбы значительно меньше стало, и таких трофейных экземпляров уже нет. Там, наверное, уже и на 4 килограмма щука будет приятным сюрпризом. Еще одна лунка. Это уже то, что надо. Как раз мы должны выйти на бровку. Еще 3 метра тут нету. Раз, два, три, четыре, пять. Не настолько досконально знаю здесь дно, но на мель мы точно выйдем. Здесь буквально вот на 3-2 метрах я ловил окуньков совсем недавно. Такая же глубина, нету подъема. Ну, не исключено, что бровка у нас идет не четко поперек водоема, а под каким-то углом. Вот здесь глубина 4,5. В принципе, она меня устраивает, поэтому в этой лунке можем ставить первую жерлицу. Жерлицы я использую достаточно стандартной конструкции, но я себе выбрал именно вот удачную модель, у которой оптимальное соотношение размера катушки, высоты флажка его размера и также мягкость пружины. То есть она срабатывает даже от небольшого какого-то рывка. В принципе, щука любого размера спокойно сдергивает флажок. Как мы определили по прошлым лункам, наша бровка идет не так, как мы планировали. Не четко поперек водоема, а она как бы изгибается. Я сейчас пробурю еще несколько лунок в этих районах и непосредственно найду везде край бровки, чтобы расположить жерлицы четко над бровкой. Получается, нам надо приподнять сначала грузик над дном и потом еще приподнять на такое же расстояние тройник, чтобы же вес в результате находился там 80 сантиметров от дна. Я примерно знаю, что это составляет 9 оборотов моей катушки. Стопорю флажок. Сейчас буду насаживать живца. Карасик я цепляю обычно за спинку. Считаю, что это такой самый универсальный способ насаживания живца. Под спиной плавник. Аккуратненько завожу. Шугу из лунки я полностью не достаю. Это, в принципе, не нужно. И если сильный мороз, например, то она немного защищает от мороза. То есть, если лунка сильно замерзнет, щука может через этот лед не продернуть леску. Переходим бурить следующую лунку в поисках нашей уловистой бровки. Вот на очередной лунке мы вышли на глубину 2 метра. То есть, наконец-то дошли до отмели. Сейчас я между вот этими двумя лунками просверлю еще одну примерно посредине. И поставлю жерлицу. Таким образом, она где-то полуится над глубиной 3,5-4 метра. У этой жерлицы катушка чуть меньше. Поэтому, чтобы поднять на метр от дна, сделаю 12 оборотов. У меня, кстати, был с собой где-то окунек один. Сейчас я покажу еще один способ насаживания, который особенно эффективен, если жерлицы оставлять на ночь. То есть, надолго без присмотра. Тогда щука, если живец насажен за спинку, плохо засекается. Я сейчас сниму двойник и продену поводочек аккуратненько окуню под жабры. Нужно только аккуратно это делать, чтобы не попасть между жабрами к живцу. Вот так вот продеваю. И потом сверху надеваю двойник. После того, как мы продели поводок и нацепили крючок, мы этот двойничок затягиваем в рот окуню, чтобы он как усики торчал изо рта. Все. При таком способе практически сорвать живца невозможно, и поэтому она, хочешь не хочешь, вынуждена его заглатывать. Хоть мы на ночь жерлицы и не оставляем, но все равно для сравнения эффективности поклевок это нужно сделать. Сейчас переходим к установке следующей жерлицы. Будем искать теперь край бровки ближе к тому берегу. Раз, два, три, четыре. Да, четыре метра. Отлично. Значит, здесь и ставим. Потому что здесь много мелкой рыбы. Вот это у меня есть тут такая эксклюзивная жерлица с нестандартным флажком. Это флажок чемпионата мира в Харькове. Зачастую бывает, что я выше ставлю живца, чем на 80 сантиметров. Особенно на больших глубинах я могу поднять и на полтора метра живца. То есть пробую. От полуметра и где-то до двух метров от дна можно пробовать в этих пределах располагать живца. Вообще поклевка на жерлицу – это всегда очень волнующий момент. Потому что не знаешь, какого размера хищница клюнула. Бежишь всегда к поклевке, и в первую очередь смотришь, крутится ли катушка. Если катушка крутится, это значит, что щука держит в зубах живца, и как бы шансы максимально велики. Вот это вот, кстати, я считаю, оптимальный размер живца. Потому что вот этот карасик, он чуть мелковат. Живец вот такого среднего размера оптимально использовать. А мелкий живец, он менее заметный. Она просто его может не заметить, если будет где-то проплывать мимо. Поэтому вот средний размер оптимально использовать. Ну, если говорить о карасике, то это где-то, наверное, в районе 7 сантиметров примерно. То есть это у нас 5 сантиметров, он мелковатый. А такой чуть больше, там, 7-8 сантиметров оптимальный размер. Если карасик. Ну, карасик широкотелый, узкотелая рыбка. Уже может там и до 10 сантиметров быть. В принципе, в основном, что я использую? Это карасик, окунек, латвичка. Вот основные живцы такие для зимней рыбалки. Густерку, в принципе, некрупную тоже можно использовать. Все-таки чаще всего ловлю на окунка. Щука его берет практически во всех водоемах очень хорошо. К тому же у него колючки на спине. Когда щука его хватает, она не так боится укола тройника. Она думает, что это колючка. И, как бы, уверенно его заглатывает. Жерлицы я обычно устанавливаю примерно в 20-25 метрах друг от друга. Часто приходится наблюдать, что рыболовы ставят жерлицы буквально там в 5-7 метрах. Я предпочитаю все-таки более широкий поиск. Сейчас мы вот заканчиваем уже на этом участке. И остальные наши жерлицы поставим просто вдоль берега. Там, в принципе, тоже шансы на поклевку велики. Вкратце хочу рассказать об устройстве жерлиц, которые я использую. Это вот такая конструкция разборная. Я считаю, что очень удобная. Катушечка снимается. Флажок тоже. Вот так вот она складывается. Теперь отдельно по элементам. Сама пружина не очень жесткая. Срабатывает от совсем небольшого усилия. То есть, живец ее, как бы, продернуть не может. Довольно высокая. То есть, видно издалека. Хорошо. Это немаловажный момент. Катушка довольно большая. Это тоже удобно. Вращается легко. Это то, что нужно, когда щука разматывает жерлицу. Она не должна чувствовать никакого сопротивления. Чем лучше вращается катушка, тем лучше реализация поклевок на жерлицу. Данная жерлица, такого среднего ценового диапазона, она не самая дешевая, естественно. Где-то порядка 30 гривен сейчас она стоит. По оснащению. На жерлицу я наматываю примерно 25 метров лески диаметром 0,4 миллиметра. Дальше надеваем на нее скользящий груз, оливку. От 7 до 15 грамм можно использовать. Но вот у меня стоит десяточка. Нормальный такой, оптимальный вес. Значит, грузик обязательно должен быть скользящий. Его фиксировать нельзя. То есть, вот он скользит по леске. Потому что, если вы поставите грузик, зафиксируете мертво, то при поклевке щука будет его чувствовать. Значит, грузик этот мы стопорим вот таким вот стопорочком. Это поплавочный обычный стопор. Он ограничивает движение грузика вниз. Вверх движение груза ничем не ограничено. Затем, вот здесь у меня стоит двойной поводок. Это же леска 0,4, которая у меня намотана на катушке. Я ее просто связываю специальным образом, петлей, чтобы получился вот такой вот короткий двойной поводок. Для чего это нужно? В принципе, щука леску такую может перекусить. Но, когда стоит две лески, ей, соответственно, перекусить этот поводок в два раза сложнее. Вообще, я раньше использовал для ловли щуки металлические поводки, изготовленные из мягкого плетеного металлического материала. Но все-таки металлический поводок щука немного побаивается. По статистике, на леску поклевок больше. И реализация этих поклевок тоже лучше. Потому что на поводок щука намного чаще бросает живца, а с леской она его уверенно заглатывает. Поэтому, такой усредненный вариант, я ставлю двойную леску, чтобы как-то обезопасить от среза. Но, на самом деле, если правильно вываживать щуку при ловле на леску, то обрезов практически удается избежать. Вываживать ее нужно очень деликатно, как будто у вас в руках леска не 0,4 мм, а 0,15 мм. Очень деликатно между пальчиками, все время попуская при каких-то резких рывках, при вот щука тянет, вы ей отдаете леску. Начинает идти на вас, вы потихоньку леску выбираете. У щуки сбоку пасти есть такой усик. Вот за этот ус заходит леска, и получается она мимо зубов как бы идет, и откусов практически не бывает. По крючку. У меня стоят на части жерлист тройники, на части жерлист двойники. Но опытным путем все-таки я определил, что лучше тройник, то есть реализация лучше на тройник. Тройничок использую, это, по-моему, шестого размера по международной нумерации. По поводу металла, все-таки я еще полностью от металла не отказался, потому что чисто психологически все-таки вера в него самая сильная, потому что его щука не перекусит никогда. Хотя, хочу сказать, что с леской я начал эксперименты давно. Когда-то, много лет назад, я ловил не на двойной поводок, а просто брал обычную, вот обычно идет леска 0,4, и к ней привязывал напрямую крючок. Что еще можно ставить вместо лески, и это тоже будет очень эффективно, это отрезок флюорокарбонов. Тоже там 0,5-0,6, такой, ну, достаточно толстый. Качество поклевок практически не снижает, но я как-то вот сейчас привык к этой двойной леске, и она мне нравится. Ну что, ставим нашу последнюю жерлицу, и нам ничего не остается, как ждать поклевку. В это время можно себя занять любимым занятием ловлей рыбы на мормышку, о чем мы в дальнейшем и поговорим. Вот у нас первая поклевка. Видел только что, как катушка крутилась. Многие советуют максимально долго ждать, чтобы она подальше ушла и дать заглотить приманку. Ну, я обычно подсекаю в тот момент, когда катушка крутится. Сейчас вот она остановилась. Попробуем чуть подождать следующего движения. То есть я вот не успел на тот момент, когда она уходила. Сейчас она встала. Это может означать, либо она бросила живца. Это первый вариант. И второй вариант, может быть, она просто встала и его заглатывает. Сейчас будет уходить дальше. Пока щука там. Вот опять. Оп. Вот я выждал, пока она пойдет. Но, к сожалению, щучка совсем маленькая, судя по сопротивлению. Ну, аккуратненько. Я, в принципе, знаю, что здесь металлический поводочек, но все равно аккуратно тащу. Чтобы не сошла, потому что я не знаю, как она зацепилась. Что-то не крупная щучка совсем. Вот такая вот щуренок, можно сказать. Вот видите, самый уголочек, как я говорил, может зацепиться совсем легко. Мы, наверное, эту щучку сразу отпустим. Те жерлицы, на которые была поклевка, уже не нужно трогать. Они обязательно должны оставаться на этих лунках до конца дня. Потому что очень часто бывают повторные поклевки. Бывает такое, что вот если жерлица срабатывает раз за разом, я к ней переставляю еще дополнительно рядом жерлицы. И бывает, они тоже начинают работать. Есть вот такие вот пятачки. Чем это объяснить? Мне сложно сказать. Чем-то это место рыбу привлекает. И вот такие вот пятачки, нужно на них ставить несколько жерлиц, и они приносят рыбу за рыбой. Так, значит, эта жерлица у нас где-то стоит на 4 метрах. И живца мы устанавливали в 80 сантиметрах от дна. То есть, настраиваем все точно так же, как и было у нас до первой поимки. Самое перспективное место, как я и говорил, это бровка. То есть, у нас на ровном дне пока поклевок нет. Возможно, если вот будут повторяться поклевки на бровке, я все жерлицы сосредоточу здесь. Пусть даже нарушая, скажем, свои принципы, что жерлица должна быть 20 метров друг от друга. Когда вот создается такая ситуация, что поклевки в одном и том же месте, то можно и ближе поставить. Ну, если клюет, то почему бы и нет. Так как поклевок у нас долго не было, мы решили переехать на новый водоем, на котором я рыбачил по первому льду. Здесь я знаю в средней глубине где-то 4-5 метров, но есть несколько подводных банок. То есть, в возвышенности, где глубина где-то 2-3 метра. И вот на этих бровочках, где подъем дна идет, я и буду сейчас расставлять свои жерлицы. Потому что в прошлый раз именно эти места работали. В принципе, расставились в основном по глубине около 4 метров. Здесь вот уже помельче, где-то 2,5 метра. Можно было ставить жерлицы и вдоль берега. Некоторые рыболовы даже ставят на глубине там до 1 метра. По моей практике на такой глубине все-таки поклевки случаются редко. Поэтому я предпочитаю ставить на некотором удалении от берега, где глубина хотя бы там 2 метра. Не успели мы поставить все жерлицы, как выстрел первый флажок. Ну, катушка не крутится. Может быть, сейчас щука стоит, держит живца в пасте. Механизм питания щуки вообще такой, что она как бы не сразу заглатывает живца, а схватив живца, отплывает в сторону с ним. И только спрятавшись где-то в укрытии, уже там как бы спокойно заглатывает живца. Обычно она начинает разматывать, где-то метра 3-4 отходит, потом останавливается. Ну, если она не бросила живца, то потом продолжает движение. В начале вот этого второго движения лучше всего и делать подсечку. Как видим, ничего не происходит, поэтому я сейчас попробую аккуратненько дать натяжку. Как бы поиграться с ней. Бывает, она чувствует натяжение, если она еще там. Думает, что это вырывается, а у нее живец из пасти. Можно ее спровоцировать, бывает. Но похоже, что все-таки бросила. Нет никакого сопротивления. Смотрим. Есть ли следы от зубов. Да, вот в передней части есть маленькие какие-то повреждения. Ну, чуть-чуть прижало. Сейчас заряжаем по новой жерлицу. В надежде, что еще раз произойдет поклевка. Очень часто повторно щука, вот если флажок вскочил, как бы, очень часто повторно щука атакует на ту же жерлицу. Вот, на ту же жерлицу опять поклевка. Уже активно мотает, очень... Вроде бы засекли. Буквально через полчаса после первой поклевки повторила на ту же жерлицу. Небольшая. Такая вот щучка у нас соблазнилась. Вот внутри наш карасик. В принципе, он еще живой, можно его заряжать. Ну, я сейчас, наверное, возьму свеженького. Перезаряжаем эту жерлицу и ждем следующих поклевок. Наша щучка клюнула где-то на 4,5 метров. От камыша метров 20. Вот очередная поклевочка. Только что подбежали, крутила катушку. Сейчас остановилась. Причем довольно активно, очень быстро уходила. Вот, видите, есть она там еще, слава богу. Промазал. Видите, либо не совсем удачно выбрал момент для подсечки, либо, может быть, она просто держала, ну, не в районе крючка, а держала где-то либо за голову, или за хвост. Не засеклась, к сожалению. Ну, сейчас зарядим по новой здесь жерлицу. Может быть, повторит. Тут стояла жерлица на карасика, а сейчас мы вот наловили местного живца. Вот такие вот есть у нас подлесечки небольшие. Или даже лучше плотвичку. Я сейчас вот такая вот плотвичка, я думаю, нам в качестве живца отлично подойдет. В принципе, я люблю на плотвичку ловить. Обычно на нее больше всего поклевок происходит. Ну, к сожалению, редко удается реализовать все поклевки. Часто бросает щука живца или срывает его. Если бы у меня стоял отдельный поводочек через застежку, можно было бы продеть под жабру. А так, как бы, это сделать проблематично. Поэтому цепляем нашу плотвичку под спиной плавник. Способ насаживания живца через жабру обычно я применяю на тех жерлицах, где у меня стоят металлические поводки и двойные крючки. На них, как бы, удобно снять двойник с петельки металлического поводка и тогда уже продевать поводок под жабру. Потому что на лесочных жерлицах не применяю никаких застежек. У меня там сплошная леска стоит. На металл щука обычно более осторожно реагирует. Когда я только начинал заниматься зимней рыбалкой, у нас с отцом были такие жерлицы. Как она изготовлена? Это деревянная дощечка. Пружина прижимается к деревяшке и сюда заводится леска. Вот эти два колечка. За счет этого леска удерживает пружину от поднимания флажка. И при поклевке выдергивает и флажок поднимается. Здесь дальше идет мотовильца, которая выполняет в данном случае роль катушечки. То есть это просто мотовильца, изготовленная из пористой резины. Здесь в нем есть расщеп для лески, в которой фиксируется леска. При поклевке щука выдергивает из расщепа и уходит себе спокойно. Аналогично, как разматывается катушечка, здесь разматываются мотовильцы. Жерлица в два этапа заряжается. Сначала вот здесь верхушка. Потом на мотовильце зажимается в расщеп. Вот рабочее положение. Чем она хороша? Во-первых, она компактная, то есть очень компактно складывается. Вот, фактически, место минимум занимает. Когда сильный мороз и лунка сильно замерзает, то щука, ну, получается, она мотовильца, может разматывать, леска свободно с мотовильца сходит. А если бы у нас была жерлица обычной конструкции, которая над лункой стоит, то она не смогла бы продернуть леску. То есть бывает леска так замерзает, что она не может просто продернуть. А тут она полностью мотовильца выматывает, и потом уже только продергивает флажок. То есть в сильный мороз, в принципе, такие жерлицы хорошо работают. Вот еще одна конструкция жерлиц. Она стоит на платформе, но пружина идет не сбоку, как на моих жерлицах, а из центра этой платформы. Тоже вот так вот пружина загибается, цепляется за катушку. И еще одна особенность. Флажок цепляется за ручку катушечки. Вот такая вот еще есть конструкция. Вот и подошел к концу наш солнечный день. В улове у нас две щуки. Вот такие вот. Также помимо щук ловили на удочку. Попался очень хороший вот такой подлечик, которого там на лесочку 008 очень приятно было доставать. Также в улове у нас окуни, более мелкие подлечики и полная ведерко живцов наловили также. С утра мы ловили на одном озере до обеда, потом переехали на другой водоем. На первом озере нам удалось поймать одну щуку. Там оставили жерлицы в основном по глубоководному свалу, там где был перепад глубины где-то с 3 метров на 8-9. Рядом глубокая яма и на выходе с этой ямы мы располагали наши жерлицы. Затем мы переехали на этот водоем. Здесь расположили жерлицы в основном на глубинах 3,5-4,5 метра. В районе мелководного бугра, который идет примерно посредине водоема, у нас почти сразу произошла поклевка. И сначала щука просто сдернула флажок и сбила живца. Мы зарядили по новой жерлицу и буквально минут через 20 произошла повторная поклевка на эту же жерлицу и удалось взять первую щуку. Затем где-то часика через полтора была очень хорошая поклевка на дальнюю жерлицу посреди водоема. Очень хорошо мотало. Возможно, была неплохая щука, но взять ее не удалось. После обеда активность щуки снизилась, поклевок долго не было. И только сейчас, уже под самый вечер, произошла поклевка и попалась тоже небольшая щучка. Солнце уже садится, поэтому мы заканчиваем съемку. Но сами будем оставаться рыбачить до самого вечера, потому что вероятность поклевки у трофейной щуки в это время очень высока. Желаю всем хорошего настроения, отличных уловов. С вами был Дмитрий Корзенков. До свидания, до встречи на телеканале Трофей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова